здравствуйте дорогие друзья я сейчас еду в интересное место не знаю удастся ли мне записать что-то а вот значит куда я еду я несколько лет назад купила туфли а купила туфли довольно таки дорогие в специальной компании там где продаются такие вот туфли для того чтобы ногам было удобно они очень мягкие красивые но что-то там стелька какая-то неудачная была у меня все время при длительном ношении все время болели ноги от этих туфель туфли отличная мягкая кожа все замечательно вот и вот значит я недавно получил каталог по почте и там написано что одна довольно таки известная обувная компания она называется the walking company даву от слова walk это прогулка да какая прогулочная компания они торгуют дорогой обуви они торгуют дорогой обуви но достаточно удобной то есть там самые модерновые технологии там всевозможные супинаторы ничего там только нет но вы там дорогая там около 200 долларов за пара обуви значит что я там вычитала интересного что что они делают такой сервис они сканируют ногу на специальном приборе которая учитывает вот постановку ноги давление на разные точки и у них есть 8 разных вариантов стелек которые они предлагают достаточно кастомизировано под вот такой свод стопы которые они на этом своем мониторе увидели и эти стельки тоже не дешевые поскольку вся компания дешевая они стоят порядка 80 долларов но во всяком случае вот такие кастомизированные стельки они очевидно дают некоторую вероятность того что в них будет удобно ходить но и поскольку обувь меня уже все равно есть а а ходить мне не очень удобно то я рискну сегодня поехать и посмотреть что же они мне могут предложить но вот у меня такое небольшое путешествие что удастся заснять я засниму и посмотрим во что это все влиться и сейчас я пойду смотреть в директорию куда же мне нужно попасть в эту вот им кампании здесь у нас есть план ботин кампании а 4 немножко понятно размеры этого мола вот я его снимаю старца тут легко заблудиться он вообще нескончаемый я сейчас ты нам нахожусь в самом перепуте четырех линий и пойду искать вот эту ботин кампании нужно где-то здесь недалеко да друзья мы находимся в самом центре всех бутиков всего мира здесь вот он ламп и кортье и версачи и прада самое можно сказать такое место но все красиво очень много красивых электрин боюсь вот и рояль который сам по себе играет поселение всего этого великолепия а вот она вот им кампании вот мы как раз и пришли куда-куда так долго собирались вот она теперь зацепляемая Province в этом году в губя а вот это, что мы делаем, нет и на минуту потому что мы делаем, но по пути кante кусту и мы делаем шву простую губку можно выполнять шву простую Should have the left foot в лампу и пойдем до правой так что я просто оставлю на один шву лампу а только на стол и на одной барбке вот эта, она не leadership не справиться на одного сколько времени надоестして держать на один шву ты просто прыгаешь просто прыгаешь вот здесь начинает вот здесь начинает вот здесь здесь вот здесь тебя вazерачиваю И потом... Нет. Вы копируете, что она делает. Вы делаете с левой ногой сначала, а потом с левой ногой. Окей. Начиная с левой ноги, я должна пройти через эту штучку. Раз. Два. И потом вы возвращаетесь с левой ногой с левой ногой. И то же самое мы делаем с левой ногой. Раз. Два. И потом вы стоите с левой ногой. Угу. Теперь двумя ногами вместе. Угу. На арч, белые марки просто показывают, где вы положите свои точки зрения. Таким образом, с левой ногой вы можете поднимать арч, чтобы балансировать дистрибуцию. Таким образом, вы можете подниматься и ходить очень долго. Он показывает красным цветом. Где у меня наибольшие точки давления. А там, где ничего нет, там давления вообще нет. И вот там должен быть саппорт вот этого вот места. Там, где близкостопия. Не знаю как. Это арч называется здесь. Вот этот изгиб стопы. Должен быть тут какой-то саппорт. Посмотрели кастом стейки. Комбанья Билл. И сейчас я их померю. Как они будут мне родиться. Вот в этом магазине даже есть какие-то наименования на сейле. Они не показывают какую-то цену. На сколько это стоит на сейле. Но обычная цена. А вот написано. Вот написано. Было 109 долларов. А теперь 50 рублей. А сейчас у них новая манера. Они продают все без стелек. То есть было 109. И там ничего нет. Нигде в стелек. Нужно купить стельки отдельно. И положить во внутрь. Вот так вот я сделала. Вот. А вот обычная цена. Перемь немножко у меня шлепает. Но я сказал, что нога должна привыкнуть. Вот эту туфель явно видно, что в нем есть хорошая стылька. Хороший супинатор. Должен быть большой сгиб вот в этом месте. Где подпирается вот стопа. Тогда легче ходить. Хорошие тушинки такие легкие. Тоже 109 долларов. Ну ничего по нынешние времена. Вроде бы не так дорого даже. Я люблю все, что без задников. Потому что вечно мне задники все натирают. Но я ничего такого не вижу. Ну ладно. В общем мы и делали то, что должны сделать. Вроде бы в этих стильках ходить немного удобнее. Да. Вот это единственная компания, которая продает такие буты. И там еще есть супинатор. Потому что в принципе очень многие продают такие сапожки. Но их одеваешь и ходить в них вообще невозможно. Потому что там все плоско внутри. А здесь все-таки есть супинатор. И это намного проще. Вот эти разные сапожки. Но не вижу, если в нем супинаторы или нет. В каталоге было написано, что есть. Да. Вот здесь явно есть. Но у них и форма какая-то. Вот эта уже стоит 149 долларов. Вот эти вот самые простые. Да. У них хорошие супинаторы тоже. Конечно, мне легче ходить с супинаторами, чем без них. И это вот единственная компания, которая их продает. Вот эта типса 9. Ну, в общем, вот мы получили какое-то представление об этом. Я одела новые стильки и возвращаюсь домой. Ну, друзья, мы выполнили задуманное. И покидаем паркинг вот этого огромного Valley Fair. Это название вот этой плазы, площади, шопинг-молла. Ну, буквально вот мы сейчас выйдем за ворота. И вы увидите, где мы находимся. Мы находимся в самом центре вот этого нового района, который называется Сантано-Роу. Который очень красивый и привлекательный. Много лет назад здесь был сильный пожар. Здесь стояли просто апартные комплексы. И когда они уже были готовы к сдаче, каким-то что-то там случилось, и был очень сильный пожар, и все сгорело. Вот. И на этом месте, ну, сейчас земли скупили новые девелоперы. Нужно было заново все отстраивать. И построили здесь вот так называемый Сантано-Роу. Ну, что ж, ну, друзья, на этом мы заканчиваем репортаж. Мне нужно следить за дорогой. Тяжело говорить и следить за дорогой. Поэтому мы на этом прощаемся. Масян, пока-пока.